Продолжение следует... 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 Вот почему именно? Конечно. Ты решаешь взяться за перевод книги, написанной давно. В данном случае, в 1912 год, важно, чтобы книга была увлекательной, актуальной, не похожей на другие. И как раз земля обетованная обладает всеми этими качествами. С одной стороны, она рассказывает о жизни евреев в черте оседлости в России, в сказке России. Мы многое узнаем об культуре, быте, праздниках, традициях, условиях жизни, трудностях, с которыми они сталкивались. С другой стороны, эта книга, на очень актуальную до сих пор тему, и всегда, наверное, так будет, это книга об эмиграции евреев из России в Америку. И именно это произведение было одним из первых, которое написано евреями не на идише, а на английском. Таким образом, эта книга позволила, еще при жизни Антин, она продавалась многотысячными тиражами, то есть была очень популярна среди американцев, и она позволила близить американцев и евреев, эмигрантов. Американцы, как и многие из нас, наверное, немного побаивают людей, которые приезжают в нашу страну. Мы боимся, что они будут наслаждать свои правила, свою культуру. А благодаря книге Антин, американцы поняли, что это за люди, какие у них ценности, что движут ими, когда они приезжают в Америку. Они поняли, что евреи хотят ассимилироваться, хотят принять новую культуру, жить в мире и согласиться с соседями. То есть эта книга – своеобразный мост между Россией и Америкой. Очень важная. Наверное, можно предоставить слово самой Антин, пояснить, почему она решила написать автобиографию, когда ей было около 30 лет, а не в конце жизни, как обычно. Вот как она поясняет. Мне еще нет 30, считая по годам, и я пишу историю своей жизни. Что же из вышеперечисленного служит моим оправданием для написания автобиографии? Я ничего не достигла, я ничего не открыла, даже случайно, как Колумб открыл Америку. Моя жизнь была необычной, но отнюдь не уникальной. В этом как раз и заключена суть. Я понимаю, что моя история в общих чертах типична для многих, и именно поэтому я считаю, что ее стоит записать. Моя жизнь – конкретная иллюстрация множества статистических фактов. Когда я написала личные мемуары, я считаю, что они интересны прежде всего тем, что иллюстрируют десятки неописанных жизней. Я лишь одна из многих, кому суждено было прожить страницу современной истории. Мы – жилы кабеля, который связывает старый свет с новым. Как корабли, которые нас привезли, связывают берега Европы и Америки, так и наша жизнь перекидывает мост через горькое море расовых разногласий и недопониманий. До нашего прихода новый свет не знал старого. На сих пор мы начали пребывать. Молодой мир взял старый за руку, и они учатся ходить бок о бок. Это чудесное объяснение, почему выбрана именно эта книга. Я бы тоже выбрала. А если говорить о переводе как о процессе, вот что самое сложное? Чтобы понять, что самое сложное, нужно разобраться, что вообще такое художественный перевод, каковы его цели. Основной принцип художественного перевода заключается в том, что нужно рассматривать не каждое предложение отдельно, а как часть своего. То есть передавать не только то, о чем говорит открытым предложением, а создавать настроение, атмосферу, учитывать характер персонажей, при переводе стилистику, то есть у каждого своя манера разговаривать, разные ситуации общения существуют. Основная цель художественного перевода заключается в том, чтобы создать на языке перевода произведение, которое может оказывать такое же художественное эстетическое воздействие на читателя, как и оригинал. Художественный текст, практику образности, причем часть информации художественного текста может быть передана имплицитно, то есть она подразумевает, не высказана прямо, мы читаем между строк. Художественный текст, он тем отличается, что подразумевает определенную степень сотворчества и домысливания со стороны читателя. Что касается переводчика, то его первоочередной задачей является сохранение индивидуальной манеры писателя. Это очень непросто, поскольку любой перевод – это замена одних выразительных средств одного языка, выразительными средствами другого языка. И выбор вариантов зависит от переводчика, значит, в процесс включается его личность. Он сам, чтобы переводить, должен быть в каком-то смысле писателем, то есть обладать какими-то литературными способностями, соответственно, у него есть своя манера, свой стиль. Но очень важно не навязывать свою манеру автору и передавать именно то, что хотел сказать автор, чтобы не было конфликта и противоречия. Для того, чтобы не было этого конфликта, чтобы понять, как мыслит автор, каковы его ценности, нужно, естественно, перед переводом прочитать другие произведения, познакомиться с культурным, историческим фоном того времени, и, соответственно, подбирать стилистически определенные лексикологические требования. То есть требуется, да, требуется внимательный подход перед переводом. Также следует учитывать, что каждое слово, языковой элемент заряжен бесконечным количеством смыслов, слововых оттенков, и очень важно выбирать наиболее подходящий по контексту вариант для перевода. Мемуары Мэри Антин – очень образное произведение. Мы видим события сквозь призму зарослеющей девочки. Ей на тот момент, на момент эмиграции и жизни в России, которую она описывает, где-то период лет минимума видим, и до 13-ти вот тогда она переехала, и дальше уже несколько лет ее жизни в Америке описывает. И, естественно, все книги, которые написаны от лица ребенка, они, на мой взгляд, очень трогательные и ценные, потому что мы с возрастом теряем это ощущение его чувства, которое свойственно ребенку, это непосредственность, фантазия, идеализм, романтизм, бусин фантазии, восторженность, и все это как раз есть в этой книге. И довольно напоминаешь свое собственное мироощущение в то время, когда деревья были большими. И, кстати, для Антин, что интересно, она очень необычная девочка. Для нее характерно не только детское восприятие, но и достаточно взрослый реализм и скепсис. Она достаточно критично относится к жизни в жестом возрасте. Но, с другой стороны, что видно по стилю, по ее художественному стилю, она очень такой человек романтичный, обхотворенный. Все это покажет отрывки, которые я вам сейчас приведу, в пример. Вот, например, рассуждение 13-летнего ребенка по поводу религии. Ее скептицизм. Дни, когда я верила всему, что мне говорили, закончились вскоре после того, как у меня прорезались зубы. Я рано начала задаваться вопросом, действительно ли огонь горячий, царапливается ли кошка. Через некоторое время я поставила под сомнение Бога. Когда я крутила жертвенную курицу над головой, стану емкипура, повторяя, да будет это моим искуплением, я свято верила, что договариваюсь со всемогущим о прощении, и мое подношение ему интересно. Но на следующий день, когда пост закончился, я могла вдоволь наехаться курицей, я совершенно ясно познавала, что Бог не мог быть участником столь глупой сделки, в которой он не получал ничего, кроме слов, во время как я получала пир и прощение. Это с одной стороны. С другой стороны, в повествовании постоянно присутствует игра воображения. Авторские метафоры и другие стилистические приемы зачастую невозможно перевести дословные, поэтому приходится придумывать собственные метафоры, чтобы, опираясь на образ автора, создать нужную атмосферу. К тому же в каждом языке есть свои правила сочетаемости. Сейчас я на слайдах продемонстрирую вам отрывки, которые я хочу сейчас процедировать. Здесь у нас примеры метафор, замен и создание заложенной автором атмосферы. Летом генерация кратко вставала с постели так рано, что корова еще дремала, шла босиком по мокрой отрасли траве и стояла у ворот, в чай рассвет. В утреннем бодрствовании, пока все еще спали, я ощущала дух приключений. Смотреть за воротами было особо не на что, но в тот ранний час мне все казалось новым и большим, даже маленькие домики, которые еще вчера были такими знакомыми. Дома, когда люди входили и выходили из них, были обычными объектами, но в мягкой серой утренней дымке казалось, что они оживают. Некоторые стояли прямо, другие уклонились, третьи будто смотрели на меня, а затем над сверкающими росой садами всходил сон. Волна света росла, заливая все вокруг, пока ее яркие брызги наконец не долетали до моих ног. В моем сердце рождалось великое чудо, слезы наворачивались на глаза, мир вокруг казался таинственным и свежим. Как мы видим, вот в красном у меня выделен перевод. В скобочках вы видите английский вариант. То есть, если бы я переводила дословно, было бы не мягкой серой утренней дымке, а мягком сером утренней дословно. А вот еще вариант. Волна света росла, заливая все вокруг, пока яркие брызги наконец не долетали до моих ног. Опять же, если переводить дословно, то получается свет распространялся и рос надо всем, пока не засиял на моих ногах. Погласитесь, немножко вообще не очень в данном контексте. Хочется создать какую-то более волшебную атмосферу. Дословный период в данном случае не подойдет. Еще один пример. Следующий слайд. Я поднимаюсь на один лестничный пролет до крыши, и душа окунается в утреннюю зарю. Легкий туман мягко стелится по дымоходам, крышам и стенам, венчает фонарные столбы и призрачной лентой скользит по улицам. Очертания далеких зданий сливаются, превращаясь в стены дворца, с башенками и шпилями, утопающими в розовых облаках. Я люблю свой прекрасный город, раскинувшийся передо мной. Я люблю мир, я люблю свое место в мире. Видите, опять же, пример привода. Я пишу, душа окунается в утреннюю зарю. Если переводить дословно с английского, получится, что она прыгает в утреннюю зарю. Даже прыгает в рассвет. Легкий туман мягко стелится, а дословный перевод с английского легко ложится на дымоходам. Призрачная лента скользит по улицам, если дословно плывет в прозрачной ленте. Дальше у нас идут шпили, утопающие в розовых облаках. В английском вариант теряющиеся. Похоже, но раз уж мы говорим, что она окунается, есть метафора воды. Соответственно, я использую вариант утопающий. И превращаясь в стены дворца, в английском вариант нагромождаются, как стены замка. Дворец – это что-то более романтичное. Как раз параллельно возник еще интересный вопрос. Вот о буквальности перевода. Говоря о переводах, я не могу не упомянуть о так называемых машинных переводах. У нас уже был опыт перевода книги Махатмы Ганди «Хинт Сварач». И, безусловно, когда за текстами стоит человек, это видно. А когда машина… А вот когда машина, видно ли это? И велика ли вот эта разница? И, кстати, вообще, что это за технологии буквального перевода? Ведь наверняка же ты в теме и изучала, смотрела в итоге искусственный интеллект в переводах. Вот для тебя ключевое слово – это искусственный или все-таки интеллект? Сможем ли мы когда-либо… Что касается книги «Хинт Сварач», действительно перед тем, как я взялась за ее перевод, мы попытались пропустить эту книгу через программу механического, машинного перевода, называется «Дипл». Она одна из ведущих на данный момент. То есть она более-менее правильно строит предложения, может даже объединять два предложения вместе. Более-менее может подбирать слова по контексту, но когда речь идет о каких-то сложных текстах художительных, в случае с Ганди это достаточно философий текст. Политический памплет плюс там много философии. Поэтому он совсем не лег на машинный перевод. Я переводила его без опора на него. Ну, можно сказать, что можно пропустить произведение через эту программу. У вас будет файл структурированный по абзацам, что в принципе удобно. И можно заниматься правками, но по сути это не правки. Это перевод заново. Так что чем мне это помогает? Я просто вижу, сколько у меня осталось, допустим, страниц, распределяя свое время. Вот, наверное, только с точки зрения тайм-менеджмента мне это помогает. Так что вот так. Мне кажется, машинный перевод никогда не сможет заменить человека, именно потому что машина не распознает эмоции, не распознает вот этого самого имплицитного значения, которое скрыто между строк. Компьютеру сложно выбирать правильные по контексту варианты, по стилю. Для этого и нужен человек. Компьютер не справится. Зато порой получаются уморительные комбинации. Приведу пример местных первых машинного перевода. Вы можете увидеть их на слайдах. Английское выражение. It was a matter of teeth for tears. Машинный перевод. Это был вопрос, сами видите, фиську за фиську, да? Правильный око за око. Второй у нас в случае. Машинный перевод. Этот народ велик, который, как его подушка, покоится на голове после смерти. А правильный перевод. Тот народ велик, чья голова покоится на смерти, как на подушке. Дальше. If I were to ask a man, having a shattered body, to face a cannon's mouth, I would make myself a laughingstock. Машинный. Я бы попросил человека, у которого разбито тело, посмотреть в глаза пушечному рту, я бы сделала себя по смерти. Правильный перевод. Если бы я попросила физически слабого человека встать перед дулом пушки, меня бы подняли на... Дело в том, что во времена Ганди это была такая форма протеста и наказание встать перед пушки, и в человека стреляли, и он как бы оставался уверен своим принципам. То есть это должен быть очень морально, да и физически, наверное, крепкий человек. Потому что сильное тело, оно дает крепкий дух. Поэтому только физически здоровый и сильный человек, наверное, мог решить на такую смерть. Смотреть в глаза пушечный, когда вдуло пушки, и попрощаться своей жизнью, отстояв свои принципы. Это пассивное сопротивление Ганди. Так, еще один вариант. Тут, наверное, не буду зачитывать английский вариант, он даже очень длинный. Прочитаю машинный перевод и правильный. Любопытно наблюдать за зрелищем прохлады обоих полов, возвращающихся домой ночью после тяжелого рабочего дня, часто продолжающегося от восхода до заката солнца. Несмотря на усталость под воздействием неослабевающего труда, они по большей части идеи и анимированные, весело беседуют друг с другом, и время от времени ломаются на куски легкомысленной песни. Что же их ждет по возвращению с холмы, который они называют домом, блюда из риса и пол для кровати? Это у нас был машинный перевод. Теперь правильно. Любопытно наблюдать за кули, чернорабочими, обоих полов, возвращающимися домой ночью после тяжелого рабочего дня, часто длящегося от восхода до заката. Несмотря на усталость от изнуряющего труда, они в основном веселые и оживленные, радостно беседуют друг с другом и время от времени затягивают беззаботную песню. Что же их ждет по возвращению блатчуги, которые они называют домом? Рис на ужин и тон на полу. Вот такая разительная разница. Однозначно только человека за переводом, но вот читая вот этот машинный перевод, мне почему-то так стало тоскливо. Вот это вот моя жизнь, наблюдать за зрелищем прохлады обоих полов, возвращающихся домой ночью после тяжелого рабочего дня. Но действительно машинный ляп и как здорово, совершенно по-другому звучит обработанный переводчиком текст. Вот про обработку, про перевод. После сделанных тобой переводов, вот есть ли этот момент самоедства, это можно было бы сделать не так, лучше, а в следующий раз я поступлю иначе. Или вот как бы итогово отшлифовала все, и все, в работу забыли следующий. У меня это больная тема, потому что я перфекционист, и переводчик, наверное, не может не быть перфекционистом. Нужно каждую фразу много раз обдумать, может быть, даже вернуться к ней, прокрутить в голове, произнести слух, естественно ли все это звучит, нет ли каких-то повторов, но при этом нужно сохранять стиль и манеру автора во что бы то ни стало, даже если я сама бы предпочла это стимулировать иначе. Я стараюсь переводить близко к автору, к банке тоже, как можно ближе, не нести от себя тянуто, как некоторые любят. К примеру, я заметила, что у западных авторов, у западных авторов практически не волнует проблема повторов. Пусть одинаковые настигнения или отдельные слова, они могут по многу раз повторять в одном предложении, в одном абзаце. В русском же это не принято, приходится перестраивать структуру, предложение, искать невероятное количество синонимов, чтобы этого избежать. В частности, если мы говорим о Мэри Антин, у нее есть солон. Очень любимая прилагательная солон. Остальные его значения торжественные, серьезные. Но это очень емкое, многозначное слово, у него гораздо больше сенсловых оттенков. И каждый раз нужно находить подходящий по контексту экривалент, с учетом контекста, да, какая-то экривалент. Это слово встречается повсеместно. Книги около 30 раз, по-моему. И вот я нашла один абзац, где оно встречается 3 раза, и можно как раз продемонстрировать варианты перевода. Сейчас я включу слайд, чтобы будет видно. Это перевод, соответственно, и мы видим в скобочках обозначенное это слово, солон. В первом случае, о, какие возвышенные мысли посещали меня. Возвышенный вариант перевода. Затем глубокий и степенный урок от моря. Солон у нас степенно переводится. И когда я слушала его торжественный голос, это «Череда моря», я думала, что нашла другу и знала, что люблю океан. Торжественный. То есть 3 варианта перевода одного и того же слова. Соответственно, в других контекстах были еще другие варианты. Также, продолжая тему о повторах, на следующем слайде вы увидите абзац, где у автора было использовано одно выражение, вот 5 раз. Round and round. Речь идет о том, что лошадь крутит жернова, с помощью которых закачивается вода в бане. И вот нужно описать на русском и цикличность, и динамику передать, но более разнообразными речевыми средствами, чем в оригинале. Началось следующее. Она все ходила и ходила по своему маленькому кругу, опустив голову и потупив взгляд. Лишенная надежды, она все кружилась и кружилась целый день, не испытывая трепет от прикосновения в вожжей или узбечки, в правдников живой воли. Круг за кругом, в полном одиночестве, никто никогда на ней не ездил, не сходил ее проведать, не говорил с ней. Навеки обреченная ходить по кругу машины, ее глаза потокли, зубы не угрожали, копыты не брыкали. По кругу снова и снова, весел на его день напролет. Вот таки. Довольна ли я своим переводом? Отправлять перевод, наверное, можно бесконечно. Это горизонт событий. Вы знаете, да, зубы? Субространство, окружающее черную дыру, никто не знает, что за ним находится. Если вы подойдете слишком близко, вас просто затянет черную дыру, и не сможете делать ничего другого. То есть волевым решением приходится себе сказать, все, хватит, нужно переходить к следующей книге. Но тем не менее, если я пишу какие-то страты в своих книгах, или опять же готовились к вебинару, я могу замедлить какой-то мелкий недочет и попросить его подправить. Так что это бесконечный процесс. Обязательно, когда работает переводчик, он должен, из того, как книга приведена, работать в паре с редактором. Потому что, когда переводишь большой массив текста, глаз немного замыливается, и можно что-то не заметить. Где-то какое-то окончание, или попор, опять же, который у нас очень болезненно воспринимается в отличие от западных переводов. Так что нужен очень хороший редактор. К тому же, жизнь переводчика осложняется тем, что наша уникальная, национальная черта это невероятно острая реакция на качество перевода. Нигде больше я подобного не наблюдаю. У нас, в интернете, вы можете видеть, что переводчиков регулярно лечует и подвергает иным формам насилия. Слава Богу, пока только на словах. То есть, в этой точке проходит какой-то важный общественный нерв. И плохой, или непривичный перевод, он воспринимается как агрессия против читателей или вообще посягательства на святыне. Что же такое святыня? Это представление об идеальном переводе, которое сформировалось в середине XX века, в советское время. Многим тогда казалось, что улучшать исходный текст, адаптировать его, переначивать, подгонять какие-то наши стандарты или подвергать цензуре, это значит заботиться о читателе. Понятное дело, что это было логичным следствием покровительственного отношения к СССР и его взгляд на мир, если мы его будем олицетворять. По умолчанию всегда предполагалось, что есть некто, кто знает лучше, кто все сделает правильно, тем более, что излишат свои счеты. Ну, как считалось, были вредны, а выбор утомляет. Так, переводя роман Селлинджера «Над пропастью воржи», переводчик Рита Райт Ковалева без зазрения совести заменила гамбургеры, которыми регулярно катался Холден Холсон, на бутерброды с котлетами. А Наталья Трауберг, которая переводила Гилгота Честерсона, автора весьма заселивого и питающего слабости к нелинейному синтексу, в общем, она упорно упрощала все его рассуждения, от чего переводы сильно потеряли. А, он почти. Удивительно, но именно так многие думают и сейчас. И как только переводчик перестает искусственно заглаживать текст, отказывается его адаптировать или пытается сохранить непривычные стилистические особенности оригинала, например, повисование в настоящем времени, что непривычно, называет автор, пользуется этой техникой. Или, как у Антел, кстати, будет вставка в повисование от первого лица от какого-то фрагмента, написанного от третьего лица. Это сделано, видимо, для того, автор хочет показать, что он смотрит на себя как бы со стороны. В общем, если это происходит, следует немедленный призыв оторвать переводчику руки, при этом совершенно не учитывается, что переводчик не вправе отбрасывать непривиальные авторские решения. В сущности, это говорит о том, что читателя массового, вот скажем так, мало волнует, собственно, качество перевода и его подсказ оригинала, но просто нужен максимально удобный для восприятия текст, который легко интерпретирует. Но, слава богу, сейчас переводчики все реже потакают этим капризом читательским, и как результат у нас появляются по-настоящему удачные переводы с интересными авторскими решениями, стилистически верные и соответствующие группу оригинала. Ага. Тогда у меня следующий вопрос родился. Вот тоже о требованиях, да, современных. Действительно сравниваешь и делаешь выводы. Но у меня вот следующий мой вопрос, он имеет некую предысторию. Вот смотрите, друзья, Татьяну тоже смотри, значит, вот эта замечательная книга все о мумитролях, Туве Янсен. И я очень давно хотела ее себе, именно для себя, потому что у меня вот такие теплые детские воспоминания об этих произведениях, об этих произведениях, шляпа волшебника, ну, в общем, и все такое. И вот, что я купила. Думала, наконец-то, это оно, однако, вот как получается. И действительно, тут сказано о том, что перевод-то немного другой. Книга, которую вы держите в руках, настоящее событие. Ну, для меня это да. Впервые за долгие годы весь цикл о мумитролях заново переведен на русский язык. Ну, что я вам могу сказать? Дело в том, что муми-мама-то уже не та, понимаете? Мое разочарование просто не измерить. Вот мой вопрос такой. А вообще нужны ли переводы уже переведенных книг? Как ты к этому относишься? Может быть, мастерство переводчика должно быть? Или все-таки это наша измененная реальность? Появляются новые переводы книг, которые уже были изданы в другой версии. Это совершенно нормальное явление, потому что каждый перевод, каждый переводчик, создавая перевод, он видит в книге что-то свое, что-то новое. И каждый перевод будет читаться по-разному. Соответственно, и читатель может выбрать наиболее близкий ему переводчик. Однако, да, это достаточно болезненная тема, потому что при переводе, особенно культовых произведений, которых выросли в колене, нужно быть особенно осторожно, учитывать социальный контекст. Продолжая Анину тему, могу привести пример перевод книг о Гарри Поттере Марии Спива. Права на перевод книг в 2014 году перешли от Ротман к Махаону, соответственно, появился новый переводчик. И главный недостаток не в том, что качество перевода плохое, оно, в принципе, нормальное. А проблема в том, как были переведены имена. Меня это лично очень задело, потому что я сама из поколения Гарри Поттера, я на них выросла, и персонажи, это просто родные люди, и тут с ними совершается просто какое-то кощунство. Вот приведу пример. Северус Снэк в оригинале Снэйп, вообще, конечно, идеальный вариант. Если хотите читать автора, читайте его в оригинале. Но раз уж мы имеем дело с переводом, то поговорим о переводе. Северус Снэк стал злотеусом Длеем, паломно-психуной, профессор Дамблдор, зумблдором. Профессор Трюк, профессором Самогонии, Батильда Бэкшотт, Батильдой Жук-Пук, улица Тисовая, улица Беречинная. Трюстраш, но это не именно, это не Лени, а Каян. В общем, мне кажется, это, конечно, крайне неудачное переводческое решение. Какой же пример, можно, еще пример можно привести переводы книг Толкина, вот «Северн колец», их более 15, и каждый считал своим долгом тоже переводить имена вольно. Вот, например, конь Гэндальфа, по-английски он «shadow pack», побывал с Витазара, Кадуфаксом, Сиросветом, Олухом, Серогривом, Эльфом, Лорфиндейл, Всеславуром, Гориславом, Лорфиндейлем, фамилия Бэггинс переводилась как Сумкинс, Сумкинс, то есть вы представляете, да, если человек читал одну часть в одном переводе, другую в другом, у него в голове полная каша, такой мешанины имен. В любом случае, не стоит утверждать, что новый перевод по определению с уже старого, и прежде чем ругать переводчика, нам нужно спросить себя, вдруг нам просто хочется, чтобы перевод был таким, как в детстве, узбудным, топным, знакомым, и понятным, даже если в оригинале ничего непонятного требуется подумать, хорошо. И если это так, возможно, стоит вернуться на пару шагов и все-таки отказаться от родных бутербродов с котлетой в пользу гамбургеров, попытаться принять другую культуру, ну, а если это не поможет, тогда оторвать переводчику русский и никогда не поздно. Так что перевод, в принципе, можно всегда подвергнуть критике, эта критика будет обоснованной в какой-то степени, только перевод это всего лишь одно из возможных решений, не бывает идеального перевода, но при оценке качества тоже в первую очередь следует обращать внимание на соответствие образа, оригинала образа. Вот, здорово, когда и переводчик это понимает, и я имея на руках результат вот этого перевода, человека, который знает обо всех этих особенностях, и который не разочаровал своим переводом, просто есть чем гордиться. И следующий мой вопрос, он такой вот немного выкругляющий нашу мирную посиделку, а что у нас в планах, какие переводы мы ждем? Я закончила работать над землей обетованной, я перевела пока еще две книги, первая это книга Букера Вашингтона «Воспряние от Рапска». Букер Вашингтон это выдающийся оратор, борец из-за права предвещения чернокожих, он родился в Рапске и ценой невероятных усилий, преодолевая город, нищету, не только сам получил образование, но и завоевал уважение соотечественников, как белых, так и чертых. Стал признанным лидером той части чернокожего населения, которая была готова решать расу вопрос мирным. По-моему, он основал университет, сейчас он известен как университет Тоскиги, ранее это был педагогический индустриальный институт Тоскиги. В чем его особенность? Там учили не только академическую науку, к примеру, после того, как чернокожие получили свободу, они вдруг начали изучать французскую грамматику, бухгалтерский учет, банковское дело, при этом у них не было крыши нормальной над головой, и какой уж там счет в банке. Просто хотелось вот этих привилегий. Микер Вашингтон всегда призывал их получить образование не только академическое, но и прикладное, то есть в своем институте он обучал их профессии, причем обязательно смотрел, откуда приехал человек, какие профессии востребованы в том регионе, в том штате, откуда он приехал, и обучал именно эти профессии, причем новейшим технологиям. то есть допустим, если человек его обучали земледелию, то он мог с одного гектара добрать 5-6 раз больше батаса из сладкого картосля, обычно белые собирали с того же участка. Он призывал чернокожих не требовать равных прав сразу же с белыми, а говорил о том, что сначала нужно получить образование, чего-то добиться, доказать, что ты чего-то стоишь, подружиться с белыми, тогда они сами захотят предоставить эти права чернокожих. И действительно, то есть он бы не смог продвинуть свой университет, продлить его настолько, если бы не пожертвованием богатых белых, да и бедных тоже, то есть они ходили сначала собирали пожертвования в своем маленьком городке, ездили в ближайшие города, потом он стал переписываться с Ротшиздами, Рокфеллерами, обратился даже к самому президенту, дошел до Белого дома и людей его были рады принять, с ним разговаривали, с ним приезжали в институт. Поражает, конечно, когда читаешь книги того периода, насколько доступнее была власть обычным людям, даже Антин спокойно переписывался с сенатором девочек-линогранцам. Сейчас, конечно, времена уже не те, очень жаль. книга «Воспрямь от рабства» уже более века остается бестселлером, и в 1998 году она заняла третье место в списке 100 лучших книг жанра нон-фикшн всех времен по версии редакции «Моден Лайберни». Так что очень советую вам ее прочитать, она, думаю, уже скоро у нас будет. Вторая книга, которую я перевела, она совсем другого жанра, называется «Что мы обретаем, становясь старше» о безмятежности. Это философская книга, ее автор Вильгельм Шмидт, он автор многих фестселлеров и один из ведущих мировых философов и практиков. Он пишет на такие темы, как счастье, любовь, смысл жизни, гармоничная жизнь и создает философию искусства жизни современной эпохи. После первой публикации вот этой книги, «Что мы обретаем, становясь старше» в 2014 году, она в течение 16 недель представляла список бестселлеров «Дершпигель». О чем эта книга? Это книга о старении. В современном обществе старость считается чуть ли не болезнью, чем-то посыдным, все стремятся быть вечно молодыми, и это очень сильно усложняет человеку задачу принятия себя, принятия своего возраста. Нужно обрести гармонию с собой с тем, как пересечь последний рубеж. И для этого нужно создать философию искусства жизни, искусства старения. Вот как раз Вильгельм Шмидт предлагает 10 шагов к обретению безмятежа. безмятежность, да, по-английски эта книга написана на немецком, и, соответственно, в немецком варианте это безмятежность как и термин гелассенхейд, или гелассенхайд, короче, да, он означает, это очень многозначное слово, там и безмятежность, и спокойствие, и хладнокровие, и добродушие, добросердечное, то есть огромное количество значений, но в контексте данной книги, наверное, лучше всего подходят безмятежность, поскольку это принятие без сопротивления того, что нам суждено. Это по второй книге. И третьей книге, которая сейчас находится у меня в работе, это «Северо-западная Амазония. Записки о нескольких месяцах, проведенных среди пленан каннибалов». Книга 1915 года рассказывает о путешествии капитана Томаса Лысина по Бразилии и Колумбии. Исследователи рассматривают вопрос о том, как коренные народы, особенно времена Бора и Тота, относятся к сейдинге, описывают область жизни, культура, дома, музыкальные инструменты, сельские хозяйства, одежда, религия, магия и в том числе естественно традиция обряд каннибализма, что лежит в его основе, зачем вообще прибегать к нему здесь необходимость употреблять все недоступное мясо и желание принять некоторые характеристики умершего и некое высшее оскорбление врага, то есть очень многогранный подход. Чем еще интересны книги, там огромное количество фотографий, стереотипов, гравюр, где отражается выгон индейки с того периода. еще в 1915 году автор писал, что их культура настолько стремительно меняется, то есть уже тогда начинала пробираться глобализация в гебре амазонцев, что то, что он пишет сейчас, уже через год может быть совершенно иначе. То есть он просил это учесть, прежде чем критиковать его труд. Как известно, в мире уже практически не осталось не тронутся глобализации уголков. и этим и цена эта книга с интерологической и этнической точки зрения. С нетерпением ждем. С нетерпением ждем. Это какие-то потрясающие редкости. А скажи, пожалуйста, вот зачем человеку вообще читать переводы? Вот есть у нас, ну у нас великая страна. Есть у нас монстры, гиганты, мировой литературы, признанные во всем мире. А тут какой-то чужеродный перевод, какое-то чужеродное тело вливается поток чужих мыслей, во многом нам чуждых. Я не про каннибализм сейчас. В некоторых случаях можно есть шефа, если он обижает. Вот. А в принципе вот зачем? нам обязательно нужно читать переводы. Кто сказал, что это чуждые мысли. На самом деле люди в массе своей мыслят очень схожи. искусство не имеет расовой или национальной принадлежности. У людей по всему миру схожие ценности, радости, печали, стремления и сомнения. А литература это своего рода ноосфера человеческого опыта. Чем же нам сознательно ограничивать себя какой-то одной областью, скажем, русской литературы, если мы можем получить доступ ко всем знаниям? Чем есть яблоки в саду, где есть множество других белых точных трубок? Человек свойственно стремится к познанию. Не зря нас, скажем так, попросили из рая, и раз уж мы натуфили яблок к познанию, нужно доесть его до конца. Литература это целый мир. Люди веками совершали великие географические открытия и попутно знакомились с культурой и искусством других стран. В наше время литература это мозг не только между культурой, но и эпохами. Книги помогают узнавать нам новое, поддерживать беседу, можно взвеснуть эрудицей. Читающий человек редко чувствует себя одиноким. Хорошая история может отвлечь от дурных мыслей, даже вытащить из депрессии. В условиях глобализации постоянного культурного обмена знаний одной и только русской литературы явно недостаточно. И обязательно нужно читать переводную литературу, если уж нет возможности читать оригинал, но переводную. субтитры Продолжение следует... Ну и в каждой книге, которую Татьяна перевела. У нас в гостях была переводчик Татьяна Адаменко. Надеюсь, до новых встреч. Татьяну мы сейчас отпускаем, а слушателей я еще займу на пару минут. Татьяна, огромное спасибо. До новых встреч. Я надеюсь, что мы еще обязательно повторим вот такое вот интересное интервью. Пока. Продолжение следует... 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 и нетерпимый к разным интерпретациям образ этой религии. Задача этой книги – раскрыть культуру неоднозначности, открытости к новым смыслам, которые присущи исламу на самом деле, в противовес подходу, который характерен для современных дискуссий о религии мусульман. Противники ислама, реформисты, фундаменталисты, все спорят об истинной сущности этой религии, сущности ислама, в точном смысле Корана. Они не видят пространства, в котором могут сосуществовать разные точки зрения. Томас Бауэр показывает, что такой однозначный подход к религии был перенят мусульманами у Запада. А в классическом исламе на самом деле была развита терпимость к альтернативным взглядам. Удивительный перевод, очень сложный. Он включает в себя тонкости передачи исламских текстов и подтекстов. Я бы это так назвала. Не буду вам дальше говорить, о чем эта книга, но книга интереснейшая. Выходит она в нашем издательстве, она уже доступна на сайте, доступна в электронных библиотечных системах. На этом, друзья мои, все. Благодарю вас за внимание, за ваши к нам и к нашим переводам и переводчикам. Напоминаю, что все новинки нашего издательства, в том числе и переводные, мы размещаем в социальных сетях и на официальном сайте нашего издательства, directmedia.ru. Кроме того, я ежемесячно рассказываю о книжных новинках на вебинарах. Приходите, будет интересно. Я вас благодарю за внимание. Рада, что у нас живой чат в этот раз, что вы реагируете на тему, что она вас вдохновила, задела. Благодарю за внимание. До новых встреч. Татьяна, можете меня менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова